И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на канал Ингвар Плей. И рубрика Трансфобзоры. Да, ваша любимая рубрика, моя также. И что мы в этой рубрике вообще делаем? Мы рассматриваем трансформеров. Обычно я их рассматривал просто, у рубрики не было названия, просто, как бы, так сказать, обзоры, и всё. А здесь название появилось, и всё, как говорится, строго, всё культурно, всё так супер, да? По названию видео, возможно, вы там где-то, наверное, поймёте, прочитаете, я ещё точно не знаю, как получится с названием, но вы видите такую тему, как самые дешёвые трансформеры. Да, это самые дешёвые настоящие трансформеры от Hasbro, а именно вот эти два товарища. А именно, Megatron, так скажем, не знаю, Legend класс плюс Commander класс, что-то вот такое. И также сегодня мы рассмотрим Гримлока. Два этих товарища в одном видео мы рассмотрим. Не частенько такое мы увидим, чтобы я, так сказать, распаковывал два товарища в одном видео, но сегодня мы должны рассмотреть их в одном видео, потому что они маленькие, и тем более из одной серии, то есть Megatron и Гримлок, и что могу сказать, как бы это не Legend класс, потому что Legend класс у нас меньше, а это, как бы, как мы знаем, Commander класс, то есть это ниже Deluxe, то есть это что-то меньше Deluxe, но больше Legend класс, то есть вот что-то такое мешанное, непонятное. Сзади коробки вот так вот выглядит, да, то есть могу даже... Не, вот так вот покажу, так я думаю, всё хорошо видно. Да, то есть здесь написано, что Legendary Autobot King, да, потому что, как мы знаем, Гримлок это у нас король диноботов, да, и здесь он сделан, как бы, так сказать, по сериям, по мультикам G1, да. А Megatron также похож на G1, но могу сказать, что только голова похожа на G1, а всё остальное, как бы, ну, танк, вроде бы, насколько я знаю, такой танк есть только в Voyager классе, а это как бы в уменьшенном виде, и здесь написано Evil Decepticon Leader, то есть лидер Десяптиконов, злодей, лидер Десяптикон. То есть вот такие хорошие упаковочки, всё это покупалось на Алиэкспрессе, цена одной штучки обошлась мне примерно в 7 евро, то есть 2-14 евро, когда за такую цену, примерно за 14 евро, а даже, наверное, ну, больше нет, ну, чуть-чуть меньше, конечно, что можно купить всего лишь одного Legend Class, допустим, ну, допустим, Bumblebee по пятому фильму или ещё какого-нибудь из последних, да, то есть получается здесь ты двоих берёшь за 14, когда ты можешь у нас лично в городе одного, то есть это самый дешёвый настоящий трансформер на Алиэкспрессе, я вам рекомендую брать на Алиэкспрессе, потому что там есть действительно хороший магазин, где вам присылают нормальных трансформеров, настоящих, не китайских, но это мы сейчас очень быстро, скоро я открою и вам уже покажу, но я вам говорил про посылочку, когда делал размышлялки, я говорил, что посылочка меня ждёт, и я такой подумал, вот, посылочка, да, она пришла, она вот здесь, она на меня смотрит, увы, здесь не придётся мне ничего распаковывать, уже всё, так сказать, готово, так вот получилось, но, видимо, всё было в упаковке, ну, в общем, там уже своя история, не буду вникать, да, моя посылка пришла, но не до конца, не до конца, то есть часть пришла, часть с задержкой, увы, видимо, будет позже, надеюсь, да, так что не буду тянуть время, сразу же покажу и начну, наверное, давайте ещё чуть-чуть, как это самое, подарочек, вот такой подарочек тоже на Алиэкспрессе, это, как я понимаю, всё настоящее, такой как мешочек, не мешочек, пакетик, такой шуток, такой логотип автоботов, да, и трансформерс, и здесь тоже значок автоботов, как раз с тех годов, пакетик 2019 года, и могу сказать, что это не наклейка, это не магнит, а как бы, вроде бы, как я понимаю, держатель для телефона, то есть сзади телефона как-то приклеиваешь, держишь, и вот, как бы, не знаю, я пользоваться не буду, но за такой подарок спасибо, супер. А теперь уже к самим вещам, что же я заказал на день рождения, а именно, вот этого товарища, а именно, вот кого я заказал, это у нас ещё один трансформер к Девасатору, а именно, Конструктор Канн Хайк Тауэр под номером 47, вот он такой, он делюкс класс, я всегда думал, что Вояджер класс, но, увы, он делюкс, я как-то, не знаю, увы, не увы, но я как-то так и что-то всё делюкс, 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 а на самом деле, Вояджер класс. Всё рассмотрим в отдельном, так сказать, видео в рубрике трансформ-обзоры, также у нас под номером 45 Дрифт по четвёртому фильму и дропкик по фильму Бамблби под номером 46. Это мы рассмотрим в другом видео. И второй товарищ пришёл немножко помощнее, коробка побольше, это уже у нас, конечно же, Вояджер класс, а именно Лонг Холл, вот, и могу сразу сказать, что упаковочка такая массивная, честно, вот в руке держишь и как бы что вот это вот держишь, как бы, а вообще веса нет, а здесь как бы вес какой-то имеет, то есть массивный трансформер, фигурка, вот он вообще прекрасен, упаковки все суперские, но вот только слегка вот это вот здесь, чуть-чуть мятина имеется и тут, вот сзади у нас такая имеется тема, здесь у нас изображён Киасай Босс, что очень похоже на Найчо Зюса под номером 43, ну, в общем, вот моя посылочка пришла, постепенно Девастатор будет собираться, да, так что теперь давайте мы будем распаковывать и рассматривать вот этих товарищей. Ну что ж, давайте начнём рассматривать, делать обзор, раскрывались упаковки, в принципе, очень даже элементарно, то есть вот что с ними, так сказать, получилось, то есть всё нормально, хорошо я распаковал, может немножечко где-то что-то повредил, но, в общем, с упаковочками всё хорошо, можно, в принципе, если что, обратно их туда, так сказать, вернуть и поставить так на полку или, так сказать, выкинуть. Но, в общем, инструкций здесь две. Насколько я знаю и понимаю, это у нас эксклюзивные трансформеры, так как у нас в таких обычных магазинах не продают их, я как понимаю, такие и не будут, и на коробках, и не то, что изображено, а написано, что как бы специально для какой-то стороны или ещё чего-то, поэтому я даже их нигде не видел, то есть получается это как бы, так сказать, эксклюзивные. Вот, здесь у нас имеется для каждого две инструкции, они оба одинаковые, это у нас настоящая такая бумажная, да, а это, так сказать, китайская, всё в упаковке было положено, и получается это при изготовлении, они положили только эту упаковочку, мне нравится больше, потому что она гладкая, да, а оригинальная, она не гладкая, бумажная. Ну, в общем, это вот две такие инструкции, так сказать, китайские, да. В общем, оригинальные вот, всё, в принципе, показано детально и понятно, как трансформировать одного и другого, это хорошо, вот, но инструкция очень маленькая, то есть вообще маленькая, компактная, вот так лежала, и всё. В принципе, тоже хорошо, и в принципе даже всё видно, понятно, как, что, чего нужно делать. Но в виде, так сказать, динозавра и танка мы рассмотрим чуть-чуть попозже. Теперь давайте мы обратим внимание на наших товарищей, а именно, давайте, наверное, начнём мы с Мегатрона, так как я его первым открыл. В общем, если говорить просто сразу же про пластмассу, могу сказать, что она очень крепкая, если так уж говорить, она крепкая, то есть, как бы, если вот здесь специально, вот здесь гнуть, вот так вот специально я вот гну, да, то, как бы, да, гнётся, но если вы будете играть с ним, да, не просто на пол, чтобы стоял для коллекции, а играть, то, не знаю, сломаться так уж сильно быстро не должно, но если уж прям швырять конкретно, то сломаться может. В общем, если ещё говорить такую тему, то могу сказать, что, наверное, это специально сделано, чтобы с ними играться, но если вы фанат и просто хотите дополнить коллекцию, то он, как бы, не испортит. В таком виде тоже он хорош, но Гримлок, вроде бы, я рассмотрел, он идеален, а Мегатрон, вот здесь, могу сказать, немножко такие, как, не знаю, царапинки, не царапинки, или при изготовлении здесь краска немножко чего-то, но, как бы, ладно, это так уж глаза не бросается, тем более, так получилось, что симметрично почти что, поэтому, как бы, ну, как бы так должно быть. Очень хорошо, что имеется автобот и десептикон знак здесь у них, то есть автобот, здесь десептикон знак, вот здесь немножко, так сказать, он выпирает, это очень хорошо. Пушку можно, конечно же, переставить, давайте мы ее тоже рассмотрим. Значит, вот такая обычная пушка, потом мы используем для танка, можно вправую, в левую руку, ну, я обычно привык вправую, тем более у него, в принципе, в мультике Трансформеры Прайм имелась пушка с правой стороны. И что еще можно сказать? Ну, сзади вот так вот, как бы, все страшновато, но, видимо, когда в танк будет трансформироваться, все будет красиво, да? Голова, она, да, как джиуан, очень напоминает на джиуан Мегатрона. Здесь у нас имеется красный цвет, да? Какие-то, так сказать, детализации имеются в такой маленькой фигурке. И, в принципе, все, что можно сказать. Колесиков здесь не имеется, здесь как бы сделано для них, но их почему-то нету, не знаю, так должно быть или нет. Вау, даже десептикон знак здесь есть, на ноге. Вау, вот это я не знал, пока сейчас увидел. Вау, ну, это, это просто, ну, супер. Про артикуляцию можно сказать, что голова, ну, здесь очень плохое расположение, но все равно она артикулируется, руки у нас в 360 свободно. Это у нас, получается, для трансформации, но можно еще как-нибудь сделать, например, если в виде позы сделать. Здесь у нас тоже, где локоть сгибается, кисть у нас не крутится, тулович у нас не сгибается, не крутится ничего. Ноги у нас, конечно же, поднимаются, вращаются в 360 градусов смело, здесь у нас тоже в 360 крутится, где колено, да, и сгибается также. Ну, а основание, это, видимо, не знаю, для трансформации, да, это для трансформации. И также вот есть тема, где написано, что это вот Хасборо, то есть это у нас подлинный настоящий трансформер, не какой-то вымышленный. Так что про фигурку могу сказать, что она хороша, нормальная, и как бы если вы хотите иметь приблизительно Дживан Мегатрона, то это хороший вариант. Это про Мегатрона. Теперь давайте рассмотрим мы Гжимлока. Значит, отдельная запчасть, это голова, для трансформации будет использоваться, чтобы он выглядел, так сказать, в виде Назавра. Здесь у нас вообще пустота, как бы, либо здесь будет прятаться голова или еще что-то, вот она будет, получается, вставляться куда-то, не знаю, например, сюда, или еще куда-то, это надо по инструкции смотреть. Но голова в таком виде хорошо сделана, детально тоже здесь деталюшки есть, так сказать, здесь позолоченная, так сказать, золотая есть тема, глаза, здесь такие у нас, как бы, как зубки, то есть вообще голова детально хороша, приятно смотреть, то есть, как бы, здесь детализация есть, не на абы как сделали, молодцы. Если рассматривать самого робота, то что, примерно каких-то вот в таком виде я, возможно, видел, не видел, но я его взял, потому что он, как динозавр, он будет выглядеть вау. Да, вот я из этого взял, а Мегатрона, так как я хотел большого Voyager, но как-то он мне не совсем, а это маленький вариант, еще и плюс дешевый, и он как-то будет хорошо выглядеть, как танк, и как робот тоже, поэтому взял. Здесь Grimlock выглядит, что? Неплохо, у нас здесь имеются такие, как бы, типа, как крылья, не крылья, что-то такое, можно как бы так сделать, можно сделать так, как будто, как крылья, автобот-знак, позолоченная, так скажем, здесь у него грудная часть хорошо, красная у нас тема здесь имеется хорошо, голова, в принципе, у него такая, как бы, как и должна быть, на ногах тоже есть какая-то детализация, в общем, для такого маленького трансформера, и это тоже, в принципе, играбельный, да, хороший. Артикуляция голова здесь уже спокойно может в 360, туловище никак не может, рука у нас, само собой, в 360, это у нас, получается, будет ступня, или что-то такое, или прятаться, это только для трансформации, но вот кисть, да, у него вот такая, как бы, как кисть, ноги у нас тоже крутится в 360 градусов, я надеюсь, нет, не совсем, мешает немного, не получается в 360 покрутить, и колено сгибается, то есть, если говорить в целом, за такую низкую цену, вы получаете, в принципе, даже очень неплохих роботов, плюс еще, как и они, трансформеры, само собой, и сейчас мы будем рассматривать их в виде танка, танка, и в виде динозавра, то есть, получаете, очень даже неплохих трансформеров, и если уж так говорить, кого лучше брать, маленького, Legend Class Megatron за 12 евро, или такого, лучше, наверное, такого, ну, конечно, если тот будет сильно отличаться, то лучше того, но со скитой, а так, это очень даже хороший вариант, спустя, не знаю, пару минут, я сделал это, что могу сказать, впечатление, трансформация отличается, чем, тем, что, как-то не знаю, ну, вообще по-другому, трансформируется, то есть, не как Legend Class, не как Deluxe, и прочее, то есть, или из-за того, что здесь пластмасса совершенно другая, такая, как бы, как, ну, не знаю, пустая, что ли, потому что мы видим здесь, просто такая, как бы, как по форме сделали, чтобы спиратовать запчасть, и все, и из-за этого, они, здесь вот Megatron вообще очень легкий, Grimlock, ну, вес чувствуется, потому что, он как робот был большой, и как динозавр, мы тоже видим, что он, ну, в два раза больше, он просто гигант, так, если уж говорить, вообще, ну, трансформация, как и у всех, они трансформируются, там надо покрутить, там надо что-то убрать, там прижать, зажать, все хорошо, то есть, нормальная трансформация, все, как и у обычных трансформеров, теперь, если будем рассматривать, мы, вот, в виде танка, в виде динозавра, то, что можно сказать, мне Grimlock в сто раз больше нравится, во-первых, он здесь вообще гигант, и за такую цену, вообще не жалко эти 7 евро, плюс это еще со скидки, но на Алиэкспрессе, там скидки часто бывают, поэтому, как бы, повезет 100%, а без скидки, там вроде бы чуть-чуть больше, но все равно, даже если чуть побольше заплатить, все равно выгодно, потому что, Legend Class, мы такого никогда не получим, чтобы в серии Legend Class, был вот такой гигант, там, не знаю, Grimlock, или какой-нибудь другой, автобот, Десептикон, да и даже, вот такого Мегатрона, мы тоже никогда не получим, потому что, в Legend Class, мы как знаем, они настолько маленькие, а цена огромная, если рассматривать, вот, такой вот танк, Мегатрон, здесь вот как-то, не знаю, кривоватенько, либо руки, потому что я плохо, как-то здесь покрутил, прижал, или еще чего-то, но, что можно сказать, он как бы такой, ну необычный такой танчик, не знаю, можно ли сказать, что это танк, не танк, но похоже, что это танк, во-первых, это можно сказать, что это танк, вот это основание ног, то есть ступня, перешла сюда, голова, она спряталась вот так, то есть, в принципе, ну, вот эта часть мне нравится, вот в таком виде, ну, как робот, Мегатрон выглядит хорошо, как танк, он, ну, ничего, ничего, выглядит тоже еще ничего так, но, Но как бы здесь нельзя было ожидать, что что-то получится вау. То, что здесь еще один есть децептикон знак, это меня очень рад. То есть тут есть и тут это, за это лайк, это хорошо. То есть как танк он неплох, есть пушка, можно ему вставить в левую руку, в правую, можно просто в руку засунуть, а не сюда. Но что можно вообще, если в целом говорить, мегатрон, ну не знаю, 8 из 10, то есть хороший трансформер. Если переходить к Гримлоку, то вообще здесь претензий никаких нет. И здесь еще плюс немножко как-то, не знаю, или плохо крепится, или что. Ну как-то с креплениями, то есть чтобы что-то защелкнулось, или еще что-то как-то необычно. Так же и у Гримлока, но это в 100 раз здесь хорошо, здесь вообще претензий нет. То есть он огромный, как робот он хорош, большой, как динозавр он тоже здесь неплохой, огромный. Нету никаких, в принципе, таких недостатков, если у мегатрон какие-то есть, а у Гримлока вообще нет. Да, вот здесь как бы его толща спрятана, да, но это не мешает, автобот-знак немножко спрятан, ничего страшного. Голова спряталась, она вот здесь, я думал, здесь будет. Нет, она вот здесь, то есть в принципе вот здесь слегка видно. Все, в принципе, не знаю, как тут правильно переходит, гармонично, вот такой малюсенький хвостик. Маленькие лапки у него вот здесь находятся, да. А так как бы что можно сказать, как динозавр хорош, можно, если вы будете, например, с ним играться, не на полке стоять, или на полке он будет, ну, хорошо дополнять, потому что огромный такой Гримлок стоит немалых денег, и надо искать, а вот такой как раз дополнит коллекцию. Да, с ним играть тоже можно, например, запросто. То есть здесь можно сказать, что Гримлок самый лучший, хороший, качественный, как робот он качественный, и как динозавр он тоже супер прекрасный. Рекомендую Гримлоков 100%, а Мегатрона, если как не танк, то как робот, потому что как робот он хороший. Давайте будем подводить итог этого обзора. Да, я решил вам все, так сказать, показать, продемонстрировать. Наши товарищи здесь стоят. Гримлок, Мегатрон. Могу сказать, что Мегатрон, если с него начать, как бы как танк, он, ну, ничего, как робот он хорош. За такую цену вообще все прекрасно. Если говорить про Гримлока, Гримлок вообще супер, он идеальный, за такую цену тем более. Да, мы помним, что в серии Legend Class когда-то был такой, как бы, как Гримлок, но очень похож на другого Динобота, да, но только по цветам он напоминает на Гримлока, но тот в два раза был меньше и чуть-чуть дороже. Или чуть-чуть больше, чем это. То есть не 7 евро, а около 9-8. Но все равно, этот больше, этот лучше, этот круче. Трансформируется, как бы, неплохо в виде роботов. Мегатрон лучше, а Гримлок неплох, но можно было что-то получше, наверное, но все равно они хороши. Я не могу никак сказать, что они ужасные. Не берите. За такую цену 7 евро, 7 евро, это самые дешевые трансформиры и неплохие для такого, так сказать, размера. Вот так что, вот такой у нас получился обзор. И хочу дополнить, что в этой серии не только Гримлок и Мегатрон, также есть Optimus Prime, я его не брал, так как у меня есть похожий Optimus. Есть еще Bumblebee, также имеется похожий, и поэтому не брал. И еще есть Starscream, он немножко отличается от моих, которые я имею, но тоже не стал брать, потому что, ну, слегка похожий. Но если про тех говорить, если у вас нет такого Optimus, как в этой серии, то я вам, в принципе, рекомендую брать Bumblebee, также и Starscream. То есть, если так уж подвести, так сказать, черту, то если у вас вообще нет ни одного из тех, кого я перечислил, и тех, кого я имею, вообще ни в каком виде нет, то берите в тех пятерых. Если у кого-то есть какое-то похожее, не вижу смысла брать, потому что как бы слегка похожий, и как бы зачем вам одинаковый. Если вы хотите обновить, то вам, не знаю, придется либо кого-то продавать, или иметь двоих примерно одинаковых. Но это выбор каждого. Так что вот такие у нас получились трансфобзоры. Этих товарищей мы рассмотрим чуть позже, так как у меня еще есть, которые я вам показывал, когда был день рождения. Все постепенно, каждую неделю будут выходить трансфобзоры, так что есть что смотреть. Надеюсь, вам рубрика эта нравится. Поддерживайте лайком, подпиской, рассказывайте своим друзьям. Чем больше нас, тем лучше. Я буду заканчивать. И все, увидимся в новом видео. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.